На переулке Кооперативном горела пристройка. О пожаре сообщили соседи. К моменту приезда спасателей 86-летняя хозяйка жилища находилась на улице. В результате ЧП уничтожена постройка, поврежден фронтон дома. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. В Минске завершились белорусские легкоатлетические игры. В день закрытия на стадионе разыграли 17 комплектов наград. Призовой фонд соревнований составил 20 тысяч долларов. Многие легкоатлеты прошли квалификацию на чемпионаты мира. Спортсмены Могилевской области заняли второе общекомандное место. В Беларуси стартовала благотворительная компания «Красного креста. Соберем детей в школу». Она продлится до 14 сентября. В эти дни организаторы проекта призывают всех неравнодушных помочь семьям с небольшим доходом собрать детей к учебному году. Поддержать компанию можно несколькими способами. Передать школьные наборы в один из офисов организации или перечислить благотворительную сумму на счет через ВИРИП. Польская авиакомпания возобновила полеты в Минск. Накануне столичный аэропорт встретил первый середины марта рейс из Варшавы. Теперь самолеты по маршруту Варшава-Минск-Варшава будут летать четыре раза в неделю. До конца лета рейсы планируют выполнять по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Белорусские аграрии намолотили уже более трех миллионов тонн зерна. По темпам работ лидируют Брестская и Гомельская области. В регионах убрано уже более половины площадей от плана. В 2020-м рассчитывают собрать не менее 8 миллионов тонн зерна без учета кукурузы.